Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как с пользой применить листовой опад. Практически все наши плодовые, ягодные растения, они листопадные. И осенью мы сталкиваемся с огромным количеством опавших листьев. Но это не просто отходы, нет. В них содержится большое количество различных питательных веществ, макро- и микроэлементов, которые растение извлекло из почвы, использовало и сейчас, сбрасывая, хочет вернуть их обратно в почву. Обратно в этот естественный круговорот веществ. Поэтому неправильно будет полностью их удалять из сада, как некоторые делают, вывозя целые прицепы листвы в окружающие леса, на обочины дорог и так далее. Листва – это ценный растительный ресурс. И использовать его можно разными способами. Первый – это, конечно же, компост. Мне многие возразят. Но на листьях же полно болезней. Они могут сохраниться в почве, в компосте и потом выйти обратно на волю. Нет. Если вы правильно делаете компост. А еще. Если вы при приготовлении компоста используете вот такие вот препараты, например, триходермин, который разлагает растительные остатки, минерализует их и уничтожает всю патогенную микрофлору, то никакой опасности компост, приготовленный из даже пораженного болезнями листового опада, представлять не будет. Наоборот, обогащенный триходермой компост, приготовленный из листьев, из других растительных остатков, будет прекрасным, естественным, экологически чистым удобрением. Второе – это теплые грядки. Учитывая, что у нас уже три весны подряд выдаются неимоверно холодными, актуальность теплых грядок возрастает все больше и больше. Разложение любых растительных остатков сопровождается выделением тепла. И на таких грядках, особенно если они приподнятые, высокие, овощи и всходят раньше, и развиваются быстрее, и созревают тоже быстрее. Поэтому, готовя теплую грядку, не забываем положить туда, помимо других растительных остатков, сидератов, веточек и листву. Поверьте, она вам там очень пригодится. Ну и, наконец, это сжигание. Прошлый наш сюжет на эту тему вызвал настоящую бурю возмущения. Сжигание – это загрязнение окружающей среды и так далее, и так далее. Согласны, мы в чем-то загрязняем окружающую среду дымом. Но мы же с тем же успехом готовим шашлыки на смолистых дровах. Мы просто жгем костры, чтобы насладиться цветом пламени, уютом вот этого живого огня. И по сравнению с другими загрязняющими факторами, поверьте, листва сожженные, сухая листва сожженная, в такой же сухой день в специальных отведенных местах в печах, принесет не так уж много вреда, как многим кажется. Главное – делать это в меру, не сжигая целые горы листвы, а только то, что вам нужно. Но зачем, скажете вы? Дело в том, что листовая зола содержит самое большое количество калия, который можно использовать потом как подкормку для наших растений весной. Но, повторюсь, все-таки основное направление использования листового опада – это компостирование и теплые грядки. Ну и, наконец, некоторые из наших садоводов, а также просто владельцев участков, оставляют листву под деревьями. Особенно, если ваши деревья относительно более-менее здоровы, и болезни у вас не бушевали. Зачем? Дело в том, что это естественный процесс. Подумайте сами. Никто не убирает в лесах листву. Она опадает на землю и служит таким ковриком, одеялком, которое греет почву, не давая ей так быстро охлаждаться и промерзать. Сохраняются под ней семена различных трав, насекомые, конечно, и вредные, и полезные тоже. Другие животные, которые зимуют в ней, создаётся такой очень благоприятный микроклимат в районе корневой системы. Поэтому, если вам близка идея экологического возделывания, то, в принципе, листву можно спокойно оставить до весны под деревьями. А если вы перед этим ещё и обработали листву мочевиной или селитрой, когда начинается листопад, когда убран урожай, то такая листва весной, когда температуры повысятся, очень быстро начнёт рассыпаться в мелкую труху. И, кстати, в таком случае никакого накопления инфекции в саду, в вашем парке, на вашем участке происходить не будет. Наоборот, он будет приближаться к естественному, природному состоянию, когда всё, что дерево извлекло из почвы, возвращается в неё обратно. Процветание вам и вашему саду. Пускай в нём всегда царит экологическое равновесие и благополучие, как и у вас в семье. С вами была Юлия Кондратёнок. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Сёмкин